Сегодня в Америке хоронят сенатора Джона Маккейна. Это частная церемония без прессы и общественности. Публичное прощание с закрытым гробом прошло в субботу в Национальном соборе Вашингтона. Мероприятие срежиссирования самим Джоном Маккейном еще при жизни задумано было грандиозным превознесением Америки, а скорбь по усопшему должна была быть вселенской. Если же выйти за рамки навязанной публики модели и просто вспомнить, чем запомнился Джон Маккейн, то это прежде всего варварская война США во Вьетнаме. В 60-е годы молодой Маккейн служил на авианосце летчиком палубной авиации и на штурмовике Дуглас А4 Скайхок лично бомбил с пикированием вьетнамские города Ханой и Хайфон. Сколько он лично уничтожил бедных вьетнамцев, уже и не перечесть. Так продолжалось до тех пор, пока его самого не сбила советская ракета, и Маккейн оказался во вьетнамском плену. Тот эпизод остался в голове занозой, и уйдя после освобождения в политику, СССР Маккейн стал уже ненавидеть профессионально. После СССР тоже отношение к России. Русофобия как одна, но пламенная страсть. Сбитый летчик Маккейн стал на этом поле персонажем каноническим. Не прошла и страсть к войнам, поддержка вторжения в Ирак и Ливию, его политическая стихия. Еще одна слабость к цветным революциям. Не удержался, даже на морозный Майдан слетал. Правда, расстроился, что не увидел американских флагов там. А ведь простодушно ожидал их. Против России закон Магнитского, череда санкций, очень здесь старался. При Трампе считал, что все идет не так. Надо еще круче. Трампа хотел ущипнуть даже из гроба. Траурный митинг Маккейн завещал превратить и в антитрамповский митинг. Трампу ни горячо, ни холодно. Он отправился играть в гольф. А от гроба в его адрес снеслись прямо-таки проклятия. Вот, например, Меган Маккейн, дочь усопшего. Мы собрались здесь, чтобы оплакивать уход американского величия. Реальных вещей, а не дешевые риторики людей, которые никогда не приблизятся к жертве, которую он так охотно принес. И не поступки тех, кто присвоил многое, кто жил в комфорте и привилегиях, пока он страдал и служил Америке. Америка Джона Маккейна не нуждается в том, чтобы снова стать великой. Потому что Америка всегда была великой. Надрыв патриотизма, как противопоставление действующему президенту США, часть сценария. Список гостей Маккейн тоже составлял сам. Без друга Порошенко никак обойтись было нельзя. Но понести гроб ему не полагалось. В шорт-лист вошел критик Путина и соавтор закона Магнитского Владимир Карамурза-младший. Он от всех российских либералов. Для Маккейна это как несбывшаяся мечта о революции в России и уничтожении нашей страны. Так ушел Джон Маккейн. Для России это был трудный пассажир.